Добрый день, уважаемые слушатели! Рада вас приветствовать в нашем центре. Сегодня у нас обзорный курс по дизайну интерьера и то, что непосредственно с ним связано. Когда мы с вами говорим о дизайне, то представляем достаточно обширную область деятельности, которая очень по-разному проявляется в нашей жизни. Если мы говорим о тех областях, которые прочно завоевали нашу жизнь, это, допустим, промдизайн, это практически весь наш предметный мир, это дизайн рекламы, полиграфический дизайн, то в общем ряду дизайн интерьера стоит несколько особняком. Почему? Потому что то, что мы с вами делаем в интерьере, предполагает погружение человека в среду. Не взгляд со стороны на какой-то объект избирательный, а именно погружение в среду. Поэтому мы немножко поговорим об особенностях проектирования среды дизайнерской и начнем немножко издалека. Когда мы с вами говорим о предметном дизайне, предметный дизайн, а в частности это может быть дизайн промышлений, то, что составляет основу всего предметного мира. Если нас что-то не устраивает в этой области, мы можем выбрать что-то другое, то, что в большей степени нас устраивает. Если мы говорим в целом о различных направлениях дизайна, то они решают чаще всего отдельные, локальные, частные задачи. Когда мы переходим с вами к вопросам дизайна интерьера, это касается уже немножко другого. По сути дела мы с вами создаем среду, параллельному природному миру и погружаем туда человека. Поэтому мы очень четко должны представлять, что приемлемо для человека, а что вредит ему здоровью, его здоровью. На сегодняшний день существует много тенденций в организации интерьерного мира. И не последнюю роль здесь играет модная тенденция. А это вещь очень опасная для интерьера. Почему? Потому что мода мимолетна. А интерьер и создается протяженного времени, и существует затем протяженного времени. Кроме того, мода, то, что касается других областей нашей жизни, модные тенденции могут меняться. Допустим, мы сегодня носим одну одежду, завтра мы одеваем другую одежду. Сменить так же, как одежду обычную, интерьер не получается. А для человека свойственно стабильное восприятие, стабильное, шаблонное, можно даже сказать, восприятие окружающего мира. Поэтому мимолетность в интерьере – вещь чрезвычайно опасная. Не важно, с чем мы с вами сталкиваемся. Просто милый сердцу интерьер или глубокое погружение в среду, которое может защитить, которое поможет сосредоточиться. Или явная совершенно демонстрация неких приоритетов, допустим, через стилизацию интерьера мощную, как это сделано здесь. В данном случае ссылка на конец возрождения и барокко. Мы можем столкнуться и вот с такими интерьерами, которые, по-моему, сбивают нас с толку. И назначение их понятно, это место общения. Но общаться в таком случае достаточно сложно. Это могут быть и опасны для жизни интерьеры. На скользком полу можно поскользнуться, и вот такие поручни, ну, в общем-то, видимо, дизайнер считал, что это креативный ход, они могут повредить нашему здоровью. Или вот такие интерьеры, неинформативные, хотя это тоже одна из модных тенденций на определенном этапе, минималистическая, которые здоровья нам явно не добавят. Если человек долгое время будет в таком интерьере обитать, у него начнется цветовой голод. Исключение, наверное, ну, примитивно вот к этому интерьеру могут составлять те обитатели интерьера, у которых переизбыток информации, очень напряженная работа, пилоты, системные администраторы, вот такого плана обитатели. Ну, или какие-то проходные абсолютно вещи, которые не всегда можно объяснить, и которые часто делаются формально. Это далеко не все то, с чем мы можем столкнуться, но это, в данном случае, это наша действительность. Что характерно для нынешней ситуации? Дело в том, что то, что нам предлагает промышленность, и то, чем мы, собственно, оснащаем интерьеры, уже само по себе дает много возможностей для правильной организации среды. А в первую очередь речь идет о функции, функциональной среде. И совершенно справедливо, с начала 20 века, дизайнеры-профессионалы говорят о том, что функция упреждает форму. В данном случае вот такой дизайнерский объект, который представляет немалый интерес, и он содержит в себе все. По сути дела, это целая кухня. Но он несет определенный образ. Но далеко не всегда мы можем именно вот с такими цельными образами работать. Здесь, допустим, вот в этой кухне, функция совершенно четко определена, удобно выстроена, последовательно, в соответствии с функциональной востребованностью выстроена. Но на сегодняшний день этого мало. Когда мы сталкиваемся вот с таким чистым листом после работы дизайнера, это значит, дизайнер что-то недоговорил, а может быть, даже что-то и недодумал. На сегодняшний день задача дизайнера интерьера это не только создание функциональной среды, но и создание художественного образа. Мы с вами рассматриваем, например, и кухонь, как может выглядеть та же самая кухня, самое функциональное место в интерьере. Допустим, со ссылкой на восток, вот такого плана, небольшая кухня, она несет определенный образ. Или вот эта кухня, которая напоминает нам некоторым образом об эпохе Возрождения. И это не только функциональное помещение, но и привлекательный образ. Или, допустим, разыгрывание функций кухонной на фоне природы, если это позволяет ситуация. И это тоже полноценная дизайнерская работа. Возвращаясь к тому, что требуется от дизайнера, это не только создание функциональной среды, но и создание художественного образа. Чем мы с вами, по сути дела, занимаемся? Когда мы с вами формируем интерьерную среду, мы занимаемся формообразованием. Что это значит? Это значит, мы работаем над картинкой. Как будет выглядеть будущий объект. И здесь, безусловно, под это подкладывается функция, но здесь нужно четко себя представлять для того, чтобы создать интерьер для здорового обитания, для того, чтобы обитатели, его жильцы или временно пребывающие, были работоспособны, жизнерадостны. Нам нужно знать, с чем мы сталкиваемся в окружающем мире и как человек вписывается в этот мир, как он его воспринимает. Поэтому для того, чтобы в полной мере с этим разобраться, нам нужно обратиться к психологии. Значит, мы с вами подошли вплоть к самому основному вопросу. Это каким образом мы взаимодействуем с окружающим миром и что важно понять для того, чтобы мы правильно организовывали интерьер. Для этого нужно разобраться, как мы видим, а кто жающий мир. Очень часто нам предлагают сравнивать глаз человека и фотообъектив аппарата. Справедливое это? Во многом справедливее. Почему? Потому что и тот, и другой объектив и наш орган зрения, по сути дела, это оптические системы. И если мы будем рассматривать эту ситуацию, то выявим очень интересные позиции. Представьте себе, что у нас есть фотохудожник. В его руках аппарат. На улице идеальная погода, светит солнце. Аппарат в руках мастера. То есть он знает, как снимать, в каком ракурсе. Он обладает знаниями по композиции. Он может сделать все отлично. Как вы думаете, от чего будет зависеть качество фотоснимка? Если, допустим, у нас пленочный фотоаппарат. Есть ли какие-то мнения? Как вы думаете, от чего будет зависеть качество фотоснимка? Если мастер знает, как снимать. Погода отличная. Если мы говорим об оптических системах, то, наверное, от выбора оптики в первую очередь. Потому что оптика бывает разная. Можно выбрать объектив, который очень узко позволит нам взглянуть на ситуацию. Например, мы можем крупно снять, допустим, бабочку, сидящую на цветке. Это одна возможность объектива. Другой объектив позволяет нам очень широко взглянуть на мир. И это широкоугольник. И он показывает нам то, что глаз не видит. То есть то, что у нас за ушами находится. Очень широко. И в первую очередь, это, конечно, выбор объектива. И это выбор за мастером. Второе. Если мы снимаем на пленку. Если это мастер, то, скорее всего, он будет пленочным фотоаппаратом пользоваться. Что мы можем себе позволить? Есть пленка мягкая, есть контрастная. От этого картинка будет меняться. Далее. Пленку нужно проявить. И представьте себе, вы отдаете пленку в проявку, а вам ее или недопроявляют, или запроявляют. В данном случае это тоже меняет характер изображения. Дальше. Печать идет. И здесь тоже человеческий фактор. Как напечатают. Бумага бывает тоже контрастная и мягкая. И в итоге мы получаем фотоотпечаток, примерно соответствующий тому, что видит наш глаз. Почему я говорю примерно? Мы можем широко или узко взглянуть на ситуацию. И на каждом этапе обработки информации мы что-то теряем, а что-то приобретаем. Если мы смотрим на ту же самую картинку, но уже глазом, что получается? Глаз – это тоже оптическая система. И на каждом этапе нашего восприятия происходит некоторая коррекция. Наверняка вы проводили эксперименты, может быть, в детстве, может быть, до сих пор этим занимаетесь. Наблюдали, что глаз никогда не останавливается в своем движении. Замечали это? С чем это связано? Дело в том, что преимущественную информацию из окружающего мира мы получаем именно через глаз, через зрение. Примерно на 80, иногда на 90% всей информации поступает с помощью зрения. И наш глаз отвечает за нашу безопасность. Если глаз остановить, то он будет видеть очень узко. Даже в эксперименте это очень сложно делать. Но тем не менее, если глаз останавливается, то он видит очень узко. Точку буквально, полтора градуса в диаметре. А нам нужно заботиться о том, чтобы мы были безопасны. Поэтому в компенсацию вот этого недостатка зрения, точечного, природа позаботилась о том, что глаз наш никогда не останавливается. Он как бы ощупывает окружающий мир. И даже если мы с вами головой не крутим, то мы достаточно широко видим окружающий мир. По вертикали где-то градусов на 45, а по горизонтали примерно на 50-54 градуса. То есть это такое ярко выраженное, четкое пятно видения. Глаз уже на уровне глаза, а глаз это передний участок головного мозга. Идет некоторая фильтрация восприятия. Кто-то видит весь спектр, представленный в окружающем мире. Кто-то видит цвета избирательно. И кто-то носит очки, вот как я, например. Я уже не так хорошо вижу окружающий мир, как хотелось бы. Кто-то видит все четко и ясно. И на этом этапе, первом этапе отбора информации, уже идет корректировка. Следующий этап, после того, как мы осмотрели, как бы ощупали окружающий мир, информация поступает в наш компьютер. На сегодняшний день уже доказано, что мозг наш это коллоидный компьютер. То есть, по сути дела, мы с вами в некоторой степени биороботы. Но работа компьютера сложна. И компьютеры у всех разные. По сути дела, это черный ящик, во многом еще скрытый в своих возможностях от нас. Кто-то мыслит быстро, кто-то обрабатывает информацию медленно. Ну, как говорят, кто-то стреляет глазками, кто-то медленно обводит мир окружающим взглядом. И от этого во многом зависит тоже обработка информации. Сколько информации за единицу времени поступает в наш мозг. Но это еще не все. Дело в том, что у нас не один орган чувств... А сколько? Пять или шесть. Да, это хорошо, что шесть. Это хорошо, что шесть. Значит, интуиция работает активно. Но на самом деле, основных пять считается. Кроме зрения, это слух, органы слуха, органы вкуса, осязательные возможности наши и ощущение запахов. Зачем нам нужны другие органы, если у нас вся информация, преимущественная информация поступает через глаз? 80-90%. Оказывается, они нам очень нужны. Вот представьте себе ситуацию. Вы выходите в погожий солнечный денек, ну, куда-нибудь на опушку леса. Какая картинка перед вами предстает? Все многообразие оттенков зеленого цвета. Некоторые точечные включения ярких цветов, там, красненького, желтенького, голубенького, голубое небо. Отличная погода. Это мы видим. Разнообразие форм, листья, стволы, различные формы цветов, различные поверхности. И все это мы воспринимаем с помощью глаза. Но ведь мало того, что мы это видим, мы слышим звуки, которые это все сопровожают, а что мы можем услышать на окошке леса? В хорошую погоду. Ветерок пробежал, пошел шелест, и по травке, и по деревьям. Птички поют, кузнечики стрекочут. Мы идем по траве, и это определенный шелест дает. Если где-то ручеек пробегает, значит, мы с вами можем услышать его журчание. И в данном случае это все укладывается в копилку. В ту же самую копилку, где находятся зрительные образы. Дальше. Что мы на вкус можем попробовать на той же самой окошке? Ягодку съесть, травинку пожевать, водички испить чистой. И четко совершенно прочитывается, как отличается вода водопроводная от той, которую можно от природы черпнуть. свежестью пахнет. И это уже включается другой орган. Ощущение запаха. Какие запахи мы можем почувствовать? Свежесть воды, запах зелени. Вот вспомните, как пахнет растертый листочек березки, например. Чем он пахнет? Чем? Вот смолой пахнет. Смолистый запах. И это тоже идет в копилку. А дальше, что у нас еще осталось? Тактильные ощущения. Допустим, мы разулись и босиком пошлепали по водичке. Потом вышли на песочек. Потом пошли по камечкам. Потрогали травку, допустим. Одна травка колючая, как ешик, а вторая может под руку ложиться, как шелк. И вот эти тактильные ощущения у нас в ту же самую копилку ложатся. И образ становится объемным. Это как раз то, что по самому большому счету требуется от любого интерьера, в первую очередь жилого. С тем, чтобы мы создавали с вами мир параллельно природному. Так, как, по сути дела, мы были рождены из природы. И, соответственно, мы вот этот природный мир хотя бы в малой доле могли перенести в мир искусственный. В данном случае у нас другие органы чувств дорисовывают картинку до целого, до объема. Но и это еще не все. У нас существуют определенные стереотипы, которые складываются, или шаблоны, или устойчивые к картинам мира. Как хотите это называете. И они, по сути дела, ведут нас по жизни. А начинается знакомство с миром с самого юного возраста. Ну, представьте, допустим, мама ведет ребенка гулять в парк. И она рассказывает ему о том, какими могут быть цветочки, как они называются, какие кустики, как называются, какие деревца, как называются. Допустим, береза, липа, клён. Клён все умеют опознавать с первого взгляда. Очень характерная форма. Почему именно так мы взаимодействуем с окружающим миром? Почему мы всегда правильно реагируем на эту форму? Потому что мы много раз это видели. Каждый раз, когда мы что-то видим вновь, у нас идет опознавание. Даже не вновь, а просто на что-то смотрим, что-то видим. У нас идет опознавание со скоростью примерно 4 миллиарда операций в секунду. Видели, не видели, знаем, не знаем. Знаем, видели. И, по сути дела, это ведет нас по жизни. Потому что каждый раз, когда мы снова обращаемся к листу клёна, мы точно знаем, что это клён. То есть, по сути дела, это дает возможность нам на базе знаний расти, учиться, обучаться. Если бы этого механизма не было, наверное, мы каждый раз восхищались бы прелестью мира, но мы бы ничему не научались. Но вот эти стереотипы у каждого разные. Начинают они складываться с детства. И в детстве они сильнее всего на нас воздействуют, а потом закрепляются на всю жизнь. Представьте себе, человек родился и вырос на севере. Какая там картина. Мало того, что у нас в средней полосе полгода зима, там вообще всё время зима и очень короткое лето. Это отсутствие смены, чёткой смены дней и ночей. Это один большой день и одна большая ночь. Это белая пустыня с оттенками голубого и синего. Это контрастное решение и только редкие вкрапления каких-то ярких, сочных, тёплых цветов. Это одна картина мира. Если мы с вами посмотрим на то, что происходит на юге, совсем другая история. Это яркие, сочные цвета. Это смена дня и ночи, которая не бывает, допустим, ни на севере, ни в средней полосе. Когда день длится, 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 потом сразу падает ночь. И ночь глубокая и тёмная, и звёздная. Сочные цвета, изобилие форм различных. И это совершенно другая картина мира. И вот представьте себе то, что мы с вами обсудили, как это влияет на восприятие картинки. Для всех, допустим, это солнечный день, определённый объект, но уже на этапе обработки зрения глазом цветовая картина корректируется, глазки у всех по-разному двигаются, скорость обработки информации меняется, чувства у всех по-разному работают, потому что кто-то лучше видит. И из таких людей лучшие художники, дизайнеры выходят. Кто-то лучше слышит. Это музыканты и актёры. Кто-то лучше осязает. Возможно, это спортсмены, то есть чувственные ощущения через ощущение тела проходят. Картина мира у всех разная, базовая. И что получается? На каждом этапе мы к исходной картинке прибавляем что-то своё. А то, что было, корректируем, а возможно, даже отбрасываем. А если учесть, что процессы эти происходят очень быстро, скоротечно и проходят автоматически, то здесь, можно сказать, что искажение неизбежно. И что в итоге получается? Картинка исходная у всех одна, а в результате, после обработки нашего чёрного ящика, получается, что картинка у всех разная. И вот здесь очень хорошая иллюстрация к тому, как расходится мир объективный и мир субъективный. Самая наглядная картинка – это когда мы с вами работаем с перспективой и смотрим на уходящие вдаль рельсы и видим, что они сходятся на линии горизонта. Это субъективное восприятие. Но мы чётко знаем, что поезда не будут ходить по таким рельсам. Рельсы должны быть параллельны. То есть в данном случае, с чем мы с вами сталкиваемся, когда работаем с картинкой? Я возвращаюсь к тому, что мы с вами занимаемся формообразованием, то есть делаем картинку. Как это должно выглядеть, как среда должна выглядеть в соответствии с функцией, которую она несёт, и тем требованиям, которые даёт нам заказчик. По сути дела, мы с вами работаем с иллюзией. И от качества иллюзии зависит качество нашей жизни. Не зря говорят о том, что образ мысли тянет за собой образ жизни. Вот это в полной мере визуализируется или воплощается именно в дизайне интерьера. Поскольку мы с вами работаем с формой, то мы чётко должны себе представлять, а как форма на нас воздействует. И вот здесь давайте мы немножко поэкспериментируем. Как вот эти формы на нас воздействуют? Что бы вы могли сказать? Я призываю в полной мере и слушателей заочных поучаствовать в обсуждении. Дискомфорт. Почему? Как вы думаете? Сплошные острые углы. Сплошные острые углы. Негде приткнуться негде. Так, что ещё можно сказать? Не очень хороший настроение. Печальный настроение. Печальный как минимум, да? Как минимум. Так. Безысходность. 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 И из чего это истекает? Отсутствие хроматического, то есть окрашенного цвета. Мир становится неэмоциональным. Депрессивная картинка. Согласна с вами. Если мы включим цвет, допустим, вот так. Получается депрессивно-агрессивная. Так, это очники нам говорят. Что за очники скажут ваши ощущения? Эмоции прибавились. Но скорее не позитивные эмоции, а негативные. Почему? Потому что остаются острые углы. Потому что действительно угла, где притулиться, мы не найдём. И, в принципе, холодный цвет в сочетании с чёрным, он даёт депрессивную картинку. Воздействие формы на нас огромное. Вот представьте себе, над торжественным столом висит вот такая люстра, на которую повесили сосульки. Даже если это по случаю Нового года происходит, ситуация не очень приятная. А если эти сосульки повиснут, допустим, не над столом, а где-нибудь над посадочным местом, над диваном или над креслом, как вы думаете, сможете ли вы сидеть на этом кресле или на этом диване? Не совсем агрессивно. Голубое немножко смягчает ситуацию, если мы рассматриваем, допустим, ахроматическую, вот такую первую картинку, и вторую голубую. Но, тем не менее, в сочетании с черным, они все-таки о печали нам говорят. Здесь некоторая попытка есть немножко оживить картинку. Давайте мы вернемся к ней. Включением вот такого пурпурно-розового. Но на самом деле до конца это не работает. Это только попытка, которая не совсем удалась. Голубое с белым. Но в данном случае белое звучит не так активно. Я согласна с вами, что голубое с белым – это чистота. Это соотносится с какими-то зимными ассоциациями. Это соотносится с небом. С морскими, возможно, да. Но в данном случае черного света достаточно много, поэтому кажется, что все-таки печаль неизбежна. Беспорядочные выходы нет. Кстати, тоже очень интересное мнение. Напряженность, да, безусловно. А мы с вами следуем воздействие формы. Когда наполняем эту форму цветом, картина может или усугубляться, или некоторым образом корректироваться. Но на самом деле, все-таки, наверное, это нельзя сказать, что абсолютно позитивная картинка. Давайте на другую посмотрим. Допустим, вот такой вариант. Что вы можете сказать мне? Стеклянно разбитая. Так, еще что можно сказать? Ну, тоже не очень умею. Ну, ее проще рассматривать, чем предыдущую? Очень. Почему, как вы думаете? Можно контролировать. Приближается, вот такой вот, так, с моим циналом. Ну, здесь некая среда высвечиваться начинает, да? А если, допустим, мы даже и не берем привязанность к интерьеру, просто, как вы думаете, почему проще, легче ее рассматривать? Система есть. Угу, так. Если добавить цвет, будет корридоскоп. Так. Система есть. А в чем она проявляется? Ну, вот есть какая-то дочка, с которой я разговариваю. Ну, перспектива, допустим, какая-нибудь перспектива. Так, движение, динамика зала, да? Задана динамика. А как вы думаете, почему все-таки ее легче? Куда глаз в первую очередь стремится? К какому месту? Вот к этому кругу, да? К этой точке, куда собираются все вот эти треугольники. И круг немножко смягчает ситуацию. Но очень важный момент, то, что у нас есть точка отсчета, что нам легче ориентироваться. Мы от нее начинаем рассматривать всю картинку. Если мы добавим цвета, то жизнь станет немножко ярче. Лучше стало? Лучше. Эмоциональнее воспринимается. Какие ассоциации возникают? Художники начала века. Художники начала века, так. То есть исторические ссылки, так. Праздник. Солнце в облаках. Так, отлично. Вот калейдоскоп предполагали. Получился калейдоскоп? Ну да, отдельные цветные стеклышки, они создают нам настроение. Здесь тоже острые углы, но они немножко смягчены взаимодействием с кругами. И цвет здесь более жизнеутверждающий. Так, хорошо. Желтого и зеленого не хватает. То есть всего набора цветов природных, которые, собственно, нам требуются для счастья. Так, хорошо, идем дальше. Так, как вам вот такая картина? Это музыкальная. Музыкальная? Клавиши. Клавиши, так. Все ли так музыкально ее воспринимают? Она не напрягает, нет? Ну да, напрягает немножко. Так, грустно, рябит. Так. Еще какие ощущения? Забор и тюрьма. То есть предел какой-то положим. Так. Угу. Так. Ну и давайте попробуем теперь это на интерьер переложить. Этот интерьер был создан в начале 20 века. Одним из самых знаменитых дизайнеров интерьера Чарльзом Макинтошем. Шотландец, школа Глазго. До сих пор его имя и его образ как икону поддерживают. Вот это гостевая комната. Вот как вы думаете, какие ощущения испытывают гости, находясь в такой комнате? Здесь тоже на ритмичном чередовании полос построено. Правда, мы с вами рассматривали как образец черно-белый вариант, а здесь бело-синий и с добавлением активного оранжевого цвета. Как вы думаете, какие ощущения испытывают обитатели этого помещения? Завод. Чтобы гости долго не задерживались. Совершенно справедливо. До сих пор дизайнерские вот такие не совсем корректные приемы используются. Чтобы не нужно было напоминать дорогим гостям, что они уже загостились, можно поместить в такую комнату. Они сами быстренько соберут чемоданы и уедут. Нет? Нравится? Нравится. Или характер проявить? Или характер проявить? Нет. Полноте себе. Так. Если все нормально, не грязно, то и хорошо. Так. Ну, в данном случае... Так. Некоторая агрессивность наблюдается. Почему? Потому что предельный контраст. И вот эта монотонная репь, она долгое время не будет давать заснуть. Не будет давать возможности, как следует, отдохнуть. Ну, и в результате психологической реакции гостей, они достаточно быстро ее покинут. Несмотря на их характер. Стойкий. Так. Какой мы можем сделать вывод? Мы с вами должны очень четко представлять, как работает форма в чистом виде. И как она работает, когда ее наполняют цветом. Это наипервейшая наша обязанность. Потому что иначе мы с вами определенный, нужный нам климат в интерьере не выстроим. Кроме того, когда мы с вами говорим о цветах, нужно четко себе представлять, что они в себе несут. Когда мы говорим о цвете, то нужно понимать механизм его воздействия. Что такое цвет? Цвет – это в чистом виде энергии. Луч солнца падает на рецептор глаза. И под воздействием световой энергии в глазу начинается химическая реакция. Химическая реакция вызывает возбуждение, нервное возбуждение, которое по волокону передается в головной мозг. Попадает этот импульс в первую очередь в промежуточный мозг. А он отвечает за вегетативную нервную систему. За что у нас отвечает вегетатика? За то, над чем мы не вольны. Как бьется сердце. Как мы дышим в нормальном состоянии. Ну и, собственно, и в ненормальном. То есть в данном случае это автоматически все регулируется. Как меняется наш температурный режим в соответствии с окружающей средой и так далее. На этом уровне на цвет абсолютно все люди, независимо от пола, возраста, расы, национальности, реагируют на цвет одинаково. А дальше импульс идет в высшее отдело головного мозга. И именно в них рождается отклик более сложный, эмоциональное восприятие цвета. А затем уже и некое суждение о цвете, как явление символики. Вот если мы с вами посмотрим, допустим, на красный интерьер. Как вы думаете, можно представить себе, что здесь можно полноценно выспаться? Как вы думаете, что здесь будет происходить? Что-то экстремальное. Что-то экстремальное. Ну, я думаю, что это не для каждодневного пользования такой интерьер. На пике эмоций, что ли? На пике эмоций. Может быть, для романтических свиданий. Но долго выдержать такое свидание под таким воздействием цвета вряд ли, наверное, удастся. Что происходит с нами под воздействием красного цвета? Ну, вот он здесь немножко более сложный, чем просто открытый красный цвет спектральный. Красный воздействует на нас возбуждающе. И независимо от нашего желания, у нас повышается артериальное давление. От этого мы глубже начинаем дышать, повышается температура, мы напрягаемся. И если воздействие красного цвета не снять, то мы начинаем утомляться. А если и в течение, допустим, 20 минут и после наступления утомления не снимать это воздействие, то мы становимся агрессивными. Очень советую для обмена веществ. Для обмена веществ? Я думаю, что это очень опасный способ сжигания жиров. Очень опасный, потому что здесь человеку держат в стрессе. И, соответственно, стресс всегда неизбежно перетекает в болезнь. Поэтому с таким способом борьбы с весом, наверное, лучше быть осторожным. Оранжевый цвет. Мы с вами пойдем по радуге. Оранжевый цвет. Он более легок воздействий, чем красный цвет. И если красный, например, у нас ассоцируется со страстью, с предельным напряжением, то оранжевый цвет слегка нас напрягает. В первую очередь он воздействует на желудочно-кишечный тракт. Вот вспоминайте, что все пункты быстрого питания, фастфуды, они вставку в своей рекламе делают на какие цвета? На красный, на оранжевый. По сути дела, они этой рекламой провоцируют нас зайти к ним и взять побольше, потому что начинается сокоотделение. Оранжевый цвет при длительном воздействии очень быстро надоедает. Он становится назойливым. Это не сильное воздействие красного цвета. В меру активизируется физическое состояние человека. Не кардинально. Но тем не менее воздействие открытого оранжевого цвета долго переживать. Очень сложно. Желтый цвет, он также воздействует на желудочно-кишечный тракт. И кроме того, он еще и некоторым образом расковывает нас далеко. Вы имеете в виду, теплота согревает кухню? Оранжевый цвет. Ну, здесь, с одной стороны, да, это соответствует цвету очага. Для нас огонь всегда красно-оранжевый. С другой стороны, если у нас, допустим, избыточное желание поесть, мы уже такую мощную тропу протоптали к холодильнику, то вряд ли стоит вот такого оранжевого цвета кухню ставить, потому что аппетит будет только усиливаться. Поэтому здесь нужно быть определенно аккуратным с тем, чтобы не переусердствовать. Желтый цвет. Желтый цвет – цвет свободы. Самый легкий во всем спектре, самый светлый. И под его длительным воздействием мы сначала становимся слегка раскрепощенными, общительными. Потом общительность переходит в любознательность, потом в любознательность, в любопытство, а потом в обновященность. Если активное воздействие желтого цвета не убрать, то человек просто не может с собой совладать. Он становится разнузданным. С одной стороны. С другой стороны, считается, что желтый цвет, правда не в крайних его проявлениях, а предельно разбеленный, очень хорошо воздействует на наш мозг, а именно на левую полушарие, потому что речь идет о логических процессах. Желтый цвет стимулирует логические процессы. Отсюда и любовь к желтому цвету, допустим, в учебных заведениях, когда классы... Сейчас я объясню, почему. В домах скорби тоже, да. Почему в учебных заведениях? Потому что у нас обучение в первую очередь опирается на логику, и желтый, бледно-желтый цвет в классах способствует логическому мышлению. Именно поэтому до революции психиатрические больницы назывались желтыми домами. Почему? Потому что для определенного контингента больных, а именно для тех, кто страдает шизофренией, несколько проще было именно в желтой среде, но опять-таки слабо в желтой среде, концентрироваться. А если мы говорим о шизофрении, то это раскол мозга, то есть невозможно собрать в единое целое мысль. Поэтому желтый цвет некоторым образом способствовал этому. Ну и вел к ослаблению болезни. Так, зеленый проскочили. Зеленый цвет. Зеленый цвет – это успокаивающий цвет природы. Абсолютный баланс. Выравнивается давление, выравнивается пульс, дыхание. И мы расслабляемся. Отчасти поэтому мы с вами очень комфортно чувствуем себя в природной среде. Но воздействие зеленого цвета тоже не должно быть слишком активным и глобальным, потому что его переизбыток, он абсолютно выравнивает все функции, и мы становимся менее эмоциональными и менее восприимчивыми к окружающему миру. Голубой цвет в сочетании с синим. Синий в большей степени, конечно. Синий цвет обезболивает. Голубой цвет в меньшей степени это делает. И вот отчасти поэтому в свое время Казимир Малевич предложил одевать медперсонал в халатике голубого или сине-зеленого цвета. Что, собственно, сейчас и происходит. И, допустим, сестра, которая делает укол больному, сестра, одета в белый халат, даже если у нее золотые руки, укол больнее получается, чем у той сестры, которая делает укол в голубом и сине-зеленом халатике. Парадокс. Но на самом деле это наша вегетативная нервная система так работает. При длительном воздействии синий цвет, особенно в его темных оттенках, это очень серьезное воздействие. Мы как бы выходим в космос. Он нас может приводить к оцепенению. И при длительном воздействии мы как бы начинаем замерзать, вмерзать в голубу. Очень интересно, в свое время эксперимент проводили психологи. Они в комнаты с одинаковым температурным режимом, идеальный режим это 24 градуса, помещали испытуемых. Но одна комната была окрашена в синие цвета, а другая в нежно-оранжевый, то есть персиковый цвет. И по ощущениям казалось, что разница в температурном режиме где-то порядка 7 градусов. В синей комнате все зябли, а в персиковой комнате все чувствовали себя прекрасно, комфортно. Фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет это цвет общения с космосом. И несмотря на то, что он очень изысканно может смотреться в интерьерах, с ним нужно быть чрезвычайно аккуратным. По сути дела, он выключает наше логическое мышление, то есть он не работает с левым полушарием, но отлично стимулирует интуицию. Это цвет религии во многом. Не всех религий, но во многом он уводит нас к бессознательному. Кроме того, в нежном его воздействии, если мы говорим о сиреневых оттенках цвета, он может стимулировать сон. Для тех, кто плохо спит, у кого бессонница, это одно из самых лучших решений для поправки сна. И это тоже все происходит на уровне вегетативной нервной системы. То есть мы все одинаково реагируем на это воздействие. Белый цвет. Мы все дети света. И для нас белый цвет, не путайтесь с цветом, очень важен. Белый цвет для нас это чистое полотно, чистый экран. Он не информативен. Если когда нужно, на определенном этапе, допустим, человеку нужно избавиться от избыточной информации, отдохнуть, возможно, на определенном этапе ему вот такой интерьер может понадобиться. Но постоянно в нем жить не рекомендуется, потому что, к сожалению, а может быть и к счастью, наш глаз не способен из белого цвета, не света, а именно цвета, синтезировать все многообразие цветов окружающего мира. А нам это просто необходимо с тем, чтобы мы могли нормально себя чувствовать. Черный цвет. Абсолютный ноль. На фоне этого абсолютного нуля очень выгодно смотрится, в первую очередь, теплые цвета. Ну и все остальные цвета начинают активизироваться и оживать. Далеко не всегда для нас комфортно пребывание вот в таких темных интерьерах. На определенных этапах, когда хочется защититься от окружающего мира, возможно, это один из самых лучших вариантов. Это экранирование от окружающего мира. Цвет мы очень редко изолированно воспринимаем, а мы с вами сейчас идеальную картину рассматривали. Ну, давайте попробуем проанализировать, как будут вести себя на основе организации детских комнат, как будут вести себя детки вот в такой комнате. Как вы думаете? Комфортная среда для детишек? И какой возраст предполагается? Маленькие дети будут бегать. Так. Скакать, шалить. А можно будет их урезонить? Или здесь углы еще нужно сразу освобождать? Сложно, сложно. То есть ребенок выходит из-под контроля, и он не виноват даже в этом. В данном случае это провоцирует. Окружающая среда. Нужна ли цветная среда ребенку? Обязательно нужна, но не в таком активном варианте. Очень хорошо, когда сам интерьер несет более щадящий вариант, разбеленный, осветленный цвет, а игрушки дополняют активными пятнами эту картину. Вы знаете, что интерьер может не успокоить, не виноват. И начинают наказываться. А они в этом не виноваты. В данном случае, вот в этом интерьере, нужно углы освобождать, чтобы приводить в чувство детей. Что крайне нежимательно. Так. Нежно-розовый цвет. Что вы имеете в виду? Желательно нежно-розовый цвет? Ну, на определенном этапе, да. Например, от до 4 лет дети предпочитают красный, розовый и оранжевый цвета. В частности, розовый. Но далеко не всегда он необходим в больших количествах. Его обязательно нужно включать, потому что розовый – это нежность. Но в больших количествах он не способствует созреванию характера. Поэтому передержать в розовом тоже опасно. А розовый цвет, да. Это касается не только детей, это и взрослых касается. Как только мы начинаем любить розовый цвет, нам или требуется активная нежность, или мы хотим поделиться нежностью. Вот такая среда, как вы думаете, будет способствовать успешному обучению. Вы с вами говорили, что желтый подстегивает логическое мышление. Но вот в таком активном, вы думаете, будет способствовать? Ну, в данном случае желтый очень активен. И здесь вот в таком желтом цвете сосредоточиться нельзя. С одной стороны, он… Ну, в данном случае образ создается. Детская? Да, в принципе, детская. Может, до 7 лет. Я боюсь, что здесь невозможно будет до конца сосредоточиться. Здесь нужно смягчать воздействие стен, чуть нежнее их сделать, с тем, чтобы можно было действительно сосредоточиться. А там, в принципе, да, действительно, позитивная среда, детская среда, образ создан интересно, но очень активно воздействие желтого цвета. И кроме того, нужно учитывать, что желтый цвет, он сужает пространство. Небольшая комната для маленьких детишек. Больших комнат лучше не делать, потому что они больше 15 метров освоить просто не в состоянии, начинают теряться в большой среде. Соответственно, небольшие комнаты становятся совсем маленькими под воздействием вот такого желтого цвета на стенах. Они как бы съеживаться начинают. Так, что вы скажете про такой юношеский интерьер? Для мальчишки подростка. Так, все согласны? Нет, почему? Агрессивная среда. Полностью с вами согласна. Красный в небольших количествах активизирует. И, наверное, для мальчика, не подростка однозначно, для мальчика, допустим, семи, может быть, десяти лет, красный цвет нужен, но не в таких количествах. Просто перед друзьями прихвастнуть такие интерьеры. Крутой? Прихвастнуть-то можно. Крутой, да. Именно эти тенденции создавали производители вот такого мебельного набора. Но на самом деле прихвастнуть-то один раз, да, или парочку раз, а жить постоянно. Почему среда агрессивная? Красного много, и кроме того, здесь в сочетании с красным на черном поле вот такие ярко выраженные ритмы возникают. И это становится абсолютно агрессивным. Темные цвета вообще для детей противопоказаны. Они не любят их. И отчасти нелюбовь, она обусловлена их физиологией. Так. Совершенно справедливо, да. Подростки и так не уравновешены. У них гормональный взрыв происходит. А если мы еще будем подстегивать искусственным образом вот эти взрывы, то они становятся совсем необузданными. Скажи, что ему понравится такой трек, потому что мужской тип, мужской тип. Он жесткий, брутальный, можно сказать, да. Но на этапе подросткового периода это категорически возбраняется, потому что справиться с таким подростком просто будет невозможно. А это всегда большая проблема. Вот такой интерьер. Вот я в своей практике с чем достаточно часто сталкиваюсь, что взрослые делают детский интерьер, а это тоже подростковый кабинет, не для детей, а для себя. Возможно, они в свое время... А? Для прадедушки, по-моему, это можно сказать. Ну, не знаю, может, для мудрого причем. Уже зрелого человека. Кого они хотят воспитать, помещая вот в такой кабинет, в пурпурные стены, в контрастную относительно стен мебель, достаточно сложно, вернее, можно предугадать. Это касается предыдущего красного варианта. Согласна, да? Подстрекательством мы с вами не должны ни в коем случае заниматься. Так, то, что касается вот этого классического интерьера, сосновского классического. Очень контрастен. Сопоставление темных стен и белой мебели, он как бы вырывает вот эти белые фрагменты из общего контекста. Ну, и кроме того, нужно учитывать, что темные цвета все без исключения с детьми переживаются достаточно сложно, а пурпурный цвет, он отвергается ими. Почему? Потому что этот цвет во многом имперский, такой насильственный. Больничный стиль. Ну, может быть, и больничный, но в данном случае здесь, наверное, трансляция ощущения... Это подросток, но и, может быть, чуть старший. Период созревания все равно. А, век, ну, классика, неоклассика, да, имеется в виду. Неоклассика. Современная стилизация. Понятно, что ссылка идет на классическое воспитание. Но что в итоге получится под воздействием такого интерьера? Сказать, ну, в общем-то, можно предугадать. Это будет нервный срыв. Согласна с вами, что лучше, ну, мы как дизайнеры говорим, да, лучше не делать. А по большому счету и советовать нельзя такие интерьеры делать. Это, в общем-то, преступно по отношению к детям. Поэтому, если вы будете заниматься дизайном интерьера, помните, что для детей детская, подростковая, это все-таки территория детства, а не представление взрослых людей о том, каким должен быть ребенок в будущем. Какие у вас есть вопросы? В свете того, что мы с вами обсудили. Есть ли вопросы? Все понятно, да? Ну, здесь какой можно вывод сделать? Что работа с формой и цветом для нас очень важна. Это основное наше дело. Поэтому с этим нужно разбираться очень подробно. Так, тогда идем дальше. Мы определенным образом должны выстраивать среду. Выстраивать среду системно. Этому помогают знания композиции. Но сейчас мы композицией заниматься не будем, мы просто выясним, почему именно такие требования возникают к любому дизайнерскому объекту, в том числе и к интерьеру. Дело в том, что наш мозг тоже работает системно. И давайте мы с вами проведем эксперимент. Вот, допустим, перед нами белый лист. И на белом листе мы с вами ставим жирную точку. Мы ее легко воспринимаем. Понятно, мы ее видим четко, да? Она контрастна по отношению. Так, вы плохо ее видите, да? Вика? Ее хорошо видно, эту точку? Я вот это имею в виду. Мы сразу ее находим. Или это касается вопросов? Я немножко запозданен. Но она и должна перетягивать внимание, потому что лист белый, он в данном случае как фон работает. И на этом фоне появляется вдруг какой-то объект, на который мы и устремляемся вниманием. Я именно вот это хочу услышать. Сразу мы ее видим. Мы же не делим внимания между этим объектом и каким-то другим. Мы ее видим сразу и легко. Что происходит, если мы ставим вторую точку? Что происходит? Ну, с первым познакомились, да? Перенацеливаемся на вторую. Ну, что потом происходит? У нас глазки начинают бегать между двумя точками. Они начинают их связывать между собой. Давайте третью точку поставим. Рассеивается внимание. Так. Что происходит, когда у нас третья точка появилась? Еще хрич. Здесь уже глазки уже начинают бегать по периметру треугольника. Почему? Потому что нашему мозгу нужно объяснить, почему эти три объекта вместе собрались на этом поле. И так происходит всегда. Чем больше точек или чем больше объектов, тем сложнее композиция, тем сложнее ее оперировать. Но в любом случае мы с вами должны создавать связанную работу, связанную цельную работу, цельный интерьер. В противном случае, в соответствии с тем, что наш мозг ищет всегда систему, а системы в интерьере нет, нам будет сложно его воспринимать. Вот это четко нужно себе представлять. И вот этими вопросами правильной расстановки всех приоритетов в интерьере занимаются композиция. Давайте интерьер рассмотрим. Как вы расцениваете этот интерьер? Легко ли его воспринимать? Ничего вы считаете? Нормально? Одно дело стоматологии, другое дело – это домашняя среда. Нелегко. Почему? 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 Скучновато. Так. Так. Вере, скучно. Так. Нелегко воспринимать интерьер. Так. Много значений внимания. Так. Заслонка стоит. Ну, заслонка стоит. Это не заслонка, это перегородка. В данном случае, за счет этой перегородки зонируется. Зонирование на отдельные фрагменты помещений с тем, чтобы в каждой зоне своя функция выполнялась. Возможно, это казенно. Казенно. Давайте разбираться, почему. Значит, в данном случае, что здесь происходит? Очень много точек, которые привлекают наше внимание. Черный экран, который расположен на фоне оранжевого поля, игнорировать его просто невозможно. Черные точки на стенах, которые транслируют звук. Дорожка, которая идет от перегородки к зрителю, тоже привлекает очень сильное внимание. На заднем плане, правда, это воспринимается не сразу, а уже после того, как мы начинаем ощупывать глазами весь интерьер. На заднем плане возникает красно-белая, еще одна перегородочка или фрагмент стены, и он тоже отвлекает наше внимание. И здесь очень много элементов, которые не собраны правильно в единое целое, а как бы рассредоточивают наше внимание. Мы не знаем, как правильно ориентироваться в этой среде. Так, вот такой интерьер. Забавный. Так, но вы не просто со стороны на него смотрите, а как бы погружаете себя в него. Вот как бы вы себя чувствовали, если бы поднести хочется. Поднести хочется. Сейчас я расскажу вам, прецедент, он был в эпоху Древнего Рима. Много ряби. Согласна. Вот если мы помещаемся в эту среду, легко ли в ней ориентироваться? Да, понятно, что через эту зону мы проходим и входим в достаточно спокойное помещение, но на самом деле вот эту рябь нужно пережить. Вот вы очень хорошо сказали, поднести хочется. В свое время, в Древнем Риме была сделана даже не в Древнем Риме. Это относится к Помпеям. Это времена Древнего Рима. Ну, вы знаете печальную историю Помпей. Это был пригород Неаполи и во время извержения Везуева Помпеи были засыпаны пеплом. И вот так их засыпали, так их в XIX веке и раскопали. Даже в середине XVIII века раскопали. И очень интересно, там очень часто использовали мозаику для оформления поверхности, в первую очередь поверхности пола. И одну из вилл так и назвали виллы с неподметенным полом. Почему? Потому что мозаикой выложили ситуацию, как будто после пира со стола смахнули все то, что не съели, и так на полу и оставили. То есть увековечили беспорядок. Это ассоциация абсолютно соответствующая той, которую нам показывают. Вилла с неподметенным полом. В данном случае, если мы будем рассматривать с вами это просто как картину, хороша ли она? Ну, интересно. Потому что и мозаика эмоционально выложена. Но обитать в такой рябенькой среде чрезвычайно сложно. Можно сориентироваться, даже если вы постоянно этим будете пользоваться. Можно, но это будет уже раздражать. Вот такая среда. Понятно, что это гостиная, место общения. Как вы думаете, легко ли будет общаться в такой гостиной? Ну, и жди, взгляд на пол. Главное у нас на полу. Раздражает агрессивно. Почему? Потому что очень много активных рисунков, построенных по принципу контраста. Если бы это было, условно говоря, не черно-белое или не темно-коричнево-белое, а более мягкое взаимодействие цветов, допустим, белое в сочетании с голубым, разбеленным, желтым, розовым, бежевым, то это бы совершенно иначе считалось. Это была бы поглощающая среда. А здесь она выталкивает. Некомфортно. Почему? Потому что взгляд все время тянется вот к этому контрасту на полу, а он такой живой, плавающий, шевелящийся. И кроме того, бросили взгляд на диван, на кресло. И та же самая история получается. Отдохнуть негде. В данном случае переизбыток очень агрессивных поверхностей. Первое. Нужно избегать таких ситуаций. Второе. Мы должны правильно организовывать среду в соответствии с функцией, для которой назначается помещение. В данном случае это гостиная, а гостей принимать некомфортно. Найдите мне, пожалуйста, главное в этой комнате. Кровать. Так. Ну, она самая крупная и отдельно стоящая. Наверное, по этому принципу вы ее вычленили. Но на самом деле, если так вот немножко сфокусировано посмотреть на эту картинку, то здесь очень сложно выделить главное. Ну, с одной стороны, многофункциональная комната. И спальня, и рабочий кабинет, и другие функции наверняка присутствуют. Стол. А по какому признаку вы выделили кровать или стол? Почему вы на них отреагировали, как на главное? По функциональному. Это просто знания работают. Есть место, где спать, есть место, где работать. А если мы просто... Можно даже взять и перевернуть эту картинку кверх ногами и посмотреть. Мы увидим что-то главное. Мысленно переверните картинку. Не убранная детская комната. Согласна с вами. Что происходит? Значит, на зеленые обращаем внимание точки, обращаем внимание, и они расползаются по всей комнате. На красный, как самый активный цвет, обращаем внимание, да в первую очередь. И он тоже рассредоточен по всей комнате. Но это настолько фрагментарно и бессистемно, что выделить главное здесь очень сложно. Мы просто знаем, что это место для, допустим, сна и работы. Но обосновать это, исходя из того, что мы видим на картинке, очень сложно. По сути дела, правильно совершенно сказали, что это не убранная детская комната. Хаос. А мы с вами должны руководить правильным восприятием в любом интерьере. Да, понятно, что бывают времена, когда и, допустим, уборки давно не было, но тем не менее, сама основа интерьера, а это правильная подача стен, пола, потолка и основных, главных элементов убранства, то есть мебели, они должны говорить о том, что все устроено правильно. А здесь не получается такой устроенной системы. Что здесь можно привести в порядок? Ну, первое, я бы не стала делать разноцветные стены, я бы привела их к какому-то одному цвету. Это первое. Второе, выделили бы две зоны. В первую очередь, нужно решить, в первую очередь, для чего это помещение, для сна или для работы, или оно многофункциональное. Если многофункциональное, то вряд ли бы поставили кровать. Наверное, это все-таки спальня с включенным туда кабинетом. Поэтому доминантой, то есть главным, здесь все-таки должна быть кровать. Поэтому ее нужно выделить более активно. Может быть, туда внести большее по размеру пятно определенного цвета. Я не буду говорить, какого именно. И смогут быть разные решения. Второе, по значимости, это место, где занимаются. То есть условный кабинет. Его тоже нужно выделять определенным цветом. Или закрывать полки. Допустим, полки можно закрыть фасадной частью другого цвета, который будет перекликаться, например, с поверхностью кровати. И таким образом убрать вот этот излишний мусор, разнобой на открытых полках и успокоить ситуацию. И тогда даже подушки, брошенные на полу, они не будут раздражать, они будут работать на общее впечатление. Пока очень много отдельных мелких элементов, никоим образом между собой не связанных ни по форме, ни по цвету. Здесь нужно просто крупно обобщать отдельные позиции. Фоновые цвета, в первую очередь это стены, организовать пол и вот эти два места, спальни и рабочие. И тогда все стоит на свое место. То есть любой интерьер можно привести в чувство. Вот такая спальня. Как вам? В данном случае официально? Ну, возможно, это парадная спальня. Может быть, она не одна. Что здесь? Может быть, немножко рисковато выделены вот эти орнаменты. Они везде. С одной стороны, это объединяющий момент, потому что перекличка орнаментов, они в основании кровати, в изголовье кровати. Таким же образом кресла отделаны и из той же ткани сделаны шторы. С одной стороны, это мощный объединяющий момент и это система. Но система несколько агрессивная. Почему? Потому что орнаменты на контрасте построены. Если бы они были чуть мягче поданы, то, возможно, ситуация была бы более комфортной. Не нужно забывать, что это все-таки то место, где мы отдыхаем. Понятно, спальня не только для отдыха, но для каких-то других причин. Может быть, это парадная спальня, как раньше устраивали у монархов. То есть форма арки вас смущает, да? Ну, в данном случае я считаю, что, в принципе, основа очень неплохая, но чуть-чуть успокоить вот эти орнаменты, убрать излишний контраст, и спальня будет очень интересная, собранная, хорошая. То есть, по сути дела, мы с вами собиратели, или, можно сказать, композиторы, когда мы из отдельных элементов нот собираем мелодию. И это очень важный момент. И не последнюю роль в этом играют стили образования. Почему именно так? Когда мы немножко больше даже возьмем, чем дизайн интерьера. Когда нам говорят об архитектуре, что архитектура это застывшая музыка, чаще всего мы это воспринимаем как красивый оборот речи. Но дело в том, что любые объекты, они излучают информацию, звучат определенным образом. Но поскольку у нас только ухо на восприятие звука настроено, и оно воспринимает не абсолютно все частоты, а в определенном диапазоне, то мы этого звучания не слышим. И разный характер формы провоцирует разное звучание этого объекта. Низкое, высокое, жесткое воздействие, мягкое. И когда мы с вами работаем с единым стилем, то все элементы стиля, они как бы звучат в унисон. Получается стройная, красивая мелодия. Почему так притягательны для нас определенные стили, например, классика, готика, модерн, потому что они выстроены в определенном ключе, они звучат стройно. Этим сейчас занимается наука и неология, которая ведает вопросами энергоинформационного обмена в среде. И вот это нужно всегда обязательно помнить. Понятно, что на данном этапе нам очень стройно интерьер с точки зрения стиля не выстроить. Почему? Мы живем в состоянии эклектики. 20 век, так же, как и 21 нового стиля не дал. И я думаю, что если это и родится, то очень нескоро. И поэтому мы вынуждены оперировать тем, что дали в предыдущие века. Кто-то любит историю и он хочет дать ссылку, допустим, в средние века, а кто-то в новое время. Но абсолютно погрузиться в предыдущие века нам не удастся. Почему? Потому что мы живем в другое время. У нас другие технологии, другие скорости, другие материалы, другой взгляд на мир. А именно мировоззрение во многом определяет то, что нам нужно обрехать это стиль. Это стилистическое направление. Можно говорить о преддверии стиля конструктивизм, но дело в том, что стиль это всегда явление всеобъемлющее. То есть он начинается с архитектуры. Архитектура считается стилеобразующим видом искусства. То есть все с нее начинается. А дальше это распространяется на весь жизненный уклад. Вот как это можно прокомментировать? Например, Древняя Греция. Мы считаем ее колыбелью классики, и это совершенно справедливо. Почему? Греки дали нам ордер. Есть стойка, на нее ложится балка, и все то, что происходит в конструкции, в строении, в архитектуре в целом, привязано именно к этой конструкции. И декор тоже к ней привязан. Это очень прозрачная, четкая, ясная система образов и система конструкций, которые увязаны очень плотно между собой. Но вот эта конструкция, она перекликается с формой одежды, не спадающей, когда брапировали тканью достаточно свободно тело. это перекликается с формы локонов, которые характерны были для этой эпохи для дам, но и не только для дам. Это декор, в первую очередь меандр, мотив набегающей волны, такой рубленной формы, который начинается в архитектуре, а потом перекочевывает в керамику, а потом мы его встречаем в одежде, в оформлении одежды. То есть это всеобъемлющее влияние стиля. И тогда это цельный стиль. Кубизм нет, это направление только. Почему? Потому что не все этим покорены, не все, как бы, не вся жизнь этому подчиняется, поэтому это только направление. Мощное? Да, мощное кубизм, но тем не менее только направление. В русле эклектики, то есть разностили, по сути дела. Так вот, для того, чтобы задать стройное звучание, комфортную среду, мы должны заботиться о стиле. Понятно, что мы чистый стиль не выведем с вами, но тем не менее умелое цитирование его и собирание в единое целое это очень важный момент. Допустим, прованс. Далее, допустим, вот такое стилистическое решение. понятно, что мы всегда можем позволить себе такое, но если есть возможность, то можно и ощущение стиля задать. Не стиль целиком, а именно ощущение стиля. Или локально. Ну, понятно, что я вам не самые простые интерьеры показываю, но тем не менее любыми средствами это можно достигать. Супер современный стиль, футуристический, я бы даже сказала. В данном случае это и высокие технологии, и соответствующее оформление. Единство функции и единство стилистического решения это высший пилотаж, как в данном случае здесь. Это кухня, супер современная кухня с высокими технологиями, с компьютерным оснащением, ну и соответствующее такое неземное оформление, я бы сказала. Это футуризм. Что нам может помогать в нашем деле? И что для нас во многом обязательны? Первое. Владение рисунком. Я, к сожалению, сталкиваюсь иногда со случаем, когда ко мне приходят слушатели и говорят, а разный дизайнер должен уметь рисовать? Должен. Не рисующий дизайнер это нонсенс. Почему? Потому что мы с вами работаем с картинкой и если мы эту картинку можем еще и от руки нарисовать, то это очень правильно. Это с одной стороны. Сейчас я постоянно с этим сталкиваюсь. Очень многие серьезные и дорогие проекты требуют сделать вручную. То есть отрисовывается все от руки. и это тоже актуальная актуальность. Ну и кроме того, навыки рисования позволяют нам быть двуязычными. Мало того, что мы можем заказчикам объяснить что-то, грубо говоря, на пальцах. Мы можем показать им отдельные картинки. Но если мы во время обсуждения можем еще что-то порисовать, набросать какой-то эскизик, то это снимает очень многие недопонимания и кроме того, дает нам возможность правильно и все расставить по своим местам. Так, видно ли, смышно? Так, хорошо, смышно, появился, все, отлично. Идем дальше. Я говорила, я не знаю, на каком этапе отключился звук, я говорила о необходимости умения рисовать, потому что это дает возможность нам и от руки что-то набросать, потому что редко, да практически никогда не бывает так, что вы садитесь за компьютер и начинаете что-то глобально ваять. Всему предшествуют маленькие подчеркушечки, эскизики, и у нас появляется возможность при обсуждении еще и набросать какие-то эскизы, и это способствует лучшему пониманию заказчика и дизайнера. Это второй полноценный язык общения с заказчиком. Рисунок в сочетании с светом, эскизирование вот такого порядка до сих пор популярно, в некоторых случаях исключительно это в дорогих вариантах интерьеров, именно это и востребовано, поэтому этому тоже нужно обучаться. Ну и, конечно, компьютерные технологии. Для нас актуальны графические программы следующие. Первое, фотошоп. Он позволяет очень быстро и качественно и многовариантно разрабатывать цвет, разрабатывать текстуру. фотошоп. Далее, он позволяет в короткие сроки собрать материал для презентации, предварительной презентации для заказчиков. Это очень интересные варианты. Предыдущий вариант это подача отдельного помещения, вот это подача квартиры в целом. Далее, для проектной деятельности очень удобно пользоваться архикадом или автокадом. В чем разница? Поскольку мы идем следом за архитектором, нам немножко ближе архикад, поскольку там заданы стандартные, могут быть заданы стандартные величины для стен, решаются многие вопросы с визуализацией предварительной, допустим, разрезы, развертки, облегченные варианты перспективного изображения, скажем так. Кроме того, это позволяет многовариантно разрабатывать одни и те же интерьеры и сохранять их с тем, чтобы в дальнейшем можно было с ними работать. Автокад. Чем одно отличается от другого? Если первая программа архикад в первую очередь ориентирована на архитектора со всеми вытекающими последствиями, то автокад это в большей степени конструкторская программа, хотя и ее с успехом используют для проектных нужд. На сегодняшний день они уже уравнены. Ну и программа по визуализации. На сегодняшний день лучше, чем 3D Max. Ну, наверное, я вам ничего не посоветую. Хотя, возможно, вы будете эскизные варианты делать, а для оцифровки отдавать специалистам, которые это делают быстро и качественно. Ну и еще один раздел. Так, есть ли у вас вопросы? И еще один раздел, который напрямую связан с тем, что происходит в интерьере. Это декорирование. Проектирование интерьеров и декорирование, ну, это как два ручья, которые стекают с одной горы, но в разные стороны. И то и другое работает над интерьером. Но декор, он более локально разрабатывает эмоциональную составляющую среды. Поэтому для тех, кто любит работать руками, возможно, не лишним будет заняться и декорированием, то есть оформлением убранства интерьера. Для этого у нас существует отдельный курс. Что в нем разбираются? Как наносится имитация различных поверхностей? Потому что декорирование очень часто работает именно с имитаторами различных поверхностей. Допустим, как показать поверхность натурального камня там, где его нет? Как показать рельеф, где он изначально не предполагается? Это работа со стенами. Возможно, это работа над росписями индивидуальными. А кто, кроме дизайнера, может в полной мере до конца понимать, что необходимо как декор этому помещению. Это работа над мебелью, ее совершенствование, ее придача индивидуальных черт, а возможно, даже и реанимация мебели. Это разработка различных отделочных элементов для мебели. в данном случае это разработка поверхности кованого сундука ручных способов, без ковки. Это витражные системы, которые необыкновенно украшают наш быт, внося в него праздник, разнообразие, положительные эмоции. И это может занимать место как глобальное в окнах, допустим, оформление дверей, так и локальное, оформление стеклянной пластики, абажуров и так далее. Это разработка текстиля, роспись по текстилю, набойка по текстилю и потом включение этих элементов в интерьеры как составляющие эмоциональные, очень мощные. И давайте подведем итог. По сути дела, что для нас важно? Первое, это правильное проектирование, расставление позиций по своим местам при проектировании интерьера. Это очень хорошее знание принципов формообразования. Это работа с композицией и работа с цветом. Что интересного в наших курсах можно в этом плане подчеркнуть. Первая часть курса современного дизайна интерьера посвящен именно этим вопросам. Вопросам композиции и работе с цветом. Кроме того, дополнительно у нас есть курсы по теории цвета, четыре занятия и семинар короткий на два занятия магии цвета в дизайне. Если теория цвета несмотря на то, что называется теорией, там преобладает практика, то есть на каждое сказанное слово там 10 позиций отработки, то есть это очень мощная практика и на выходе там достаточно хороший результат получается. То магия в цвете дизайна это в чистом виде теории, введение в теорию. Далее то, что касается проектирования. Вторая часть современного дизайна интерьера именно этому посвящена. То есть то, что мы с вами в эскизном варианте, в концептуальном варианте задали, нужно реализовать. Как это реализовывается, что для этого нужно, разбирает вторая часть курса современный дизайн интерьер, проектированный. Далее мы с вами говорили о том, что нужно уметь рисовать. Для этого у нас есть курсы по рисунку разные уровни. Оровень первый базовый и для многих его хватает для того, чтобы успешно работать в дизайне интерьера легко владея карандашом. Но есть и второй уровень рассматривающий натюрморты, интерьеры, пейзажи, рисунок человека более серьезно. И это тоже для вас, я думаю, тоже не безинтересно будет. Далее, пакет графических программ, о которых я говорила. У нас преимущественно компьютерный центр и для всех нужд во всех направлениях можно найти не только для профессионального совершенствования, но и для самореализации курса. У нас курсов более тысячи наименований, авторских курсов по разным отраслям знаний. Ну и последнее это курс декорирования, то, что создает эмоциональное состояние интерьера. Это для тех, кто интересуется ручным трудом. Это то, что я вам хотела доложить. Какие у вас есть вопросы? Вот здесь показаны, каким образом взаимодействуют курсы. Дизайн интерьера вот на этих позициях. Ручная работа декоративная вот здесь. кроме того, желательно, чтобы вы были знакомы со стилистикой интерьера. Это для нас один из основных моментов, который создает цельность интерьера. И сейчас пересматриваются программы курсов, и отдельные курсы по стилям тоже предполагаются. Внимательно следите за рекламой. ну и целый пакет компьютерных программ, которые нас делают нашу жизнь проще, много вариантней, я имею ввиду жизнь дизайнера, проектировщика, и спокойней. Хотя ни одна компьютерная программа не подскажет вам, каким должен быть интерьер. Это вы должны придумать или разработать сами. Так, это то, что я вам хотела рассказать. Какие у вас есть вопросы? Ну, если вам интересно, приходите. Я всегда с радостью делюсь своими знаниями, и я люблю свою работу, свою профессию, свою работу, и мне бы хотелось, чтобы мои слушатели любили ее так же, как и я. Поэтому я пытаюсь делать курсы интересными. Поэтому приходите, если вас это заинтересовало, приходите. Я думаю, что вы не только полезную информацию узнаете, но и в целом удовольствие получите, потому что весь класс, связанный с дизайном интерьера, это фантастически интересная деятельность, фантастически интересно погружаться в это. Я уже делаю это много лет, и до сих пор мне интересно. И все больше и больше гов захватывает от того, что я узнаю. Я желаю вам творческих успехов, и надеюсь, что мы с вами встретимся. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok